Включились в игру. Считаю, что доминировали и заслуженно забили и до гола могли забить не единожды. И, думаю, в голову немножко наших ребят стали охранять то преимущество, которое получили и моменты, не соперник же нам предоставлял, а команда за счет того, что она играла и разумно играла и создавала поэтому эти моменты. Это вот, наверное, не зрелость первой организации, а зрелость всегда, когда ты команду на ходу строишь. Но удовлетворение от того, что это очень молодая команда, малоопытная команда, и вот в таких играх, наверное, дома на выезде она получает тот необходимый опыт, который в следующем году хотел, чтобы пригодился на этом же уровне, чтобы другие задачи решили. Ну, а соперника мы видели много игр, смотрели последние и последние три игры, но, в общем-то, выиграли и агрессивная команда. В общем-то, понятно, но было как игра, поэтому мы постарались, чтобы те наигрыши, которые мы видели через предыдущие игры, чтобы, в общем-то, блокировать всякие возможности. И, в целом, первый тайм, я считаю, что в этом плане был абсолютно, я и футболистам сказал, мы спортовали в матче, мы и игру контролировали, и, в общем-то, моменты создавали, доминировали, доминировали, а потом, в общем-то, мы немножко отпустили, но потом не позволяли создавать моменты у себя. Второй тайм, это не надо потеряться. В целом, конечно, жалко опускать концовки матча и игру, но в целом на это все всегда бывает закономерно. Вот такие вопросы. Раз так хорошо готовились КГС химками, раз команда доминировала на поле в первом тайме, в чем нашли слабые стороны соперника, вот именно сегодня, вот в чем таился подвол, если уж не сам соперник дал вам так сыграть хорошо? Я думаю, знаете, это же не мною сказано, что соперник играет ровно так, как для этого играет противник, понимаете, поэтому здесь мне не давать оценку команде, я просто могу то, что видел. То, что соперник старался, и то, что он достаточно агрессивен, но сегодня это было видно, и, в общем-то, где-то через игру, что коллектив неплохой, да, сложилось. А вообще мы все играми внимательно смотрим и говорим, и когда у соперника есть определенный наигрыш и какое-то хорист, то безусловно есть противоядие. Но когда команда знает, как играть вместе, да, и при этом у нее есть выбор, потому что футбол – это, безусловно, и математика, потому что он уже точно расчет, но футбол – это искусство, да, и в жестких схемах должно быть возможность для творчества, потому что как раз жесткие схемы открывают футболистам возможности творить и выбор. Вот тогда сложные команды, в общем-то, и большинство команд, в принципе, в общем-то, они играют схематично, схематично, а творчество закладывается в индивидуальном мастерстве футболистов, да, и у кого-то подобрали более классных футболистов, в принципе, перед сезоном можно будет понять, кто, например, его выйдет или будет на это претендовать, и все остальное, тем более за столько лет, наверное, я это могу видеть. Вообще команда должна быть целостной, вот над чем надо работать, это как дом, от фундамента пошел строить, и дальше, дальше и до крыши строишь, но он должен быть очень прочным, но должен быть еще красивым, поэтому должен быть результат, и вот новый содержание игры. И это, в общем-то, речь такая нескорая, нескорая, и неспешная, поэтому надо делать все быстро, и на них спешим. И вот в этом плане, учитывая, что мы собрали новую команду, потеряли 16 футболистов, я это каждый раз говорю, собрали футболистов молодых, малоопытных, и мы строим и даем им еще к тому же футбольное образование. Но мастерство, оно растет, потом есть, когда некие навыки переучивать всегда сложнее, они понимают, где требования, фрагментально играют, но опять же, откатываются к тому, чему научены. Поэтому мы строим команду, а на чем, в общем-то, команда соперника играет, ну, в общем, знаете, наверное, внутри команды, потому что сейчас я скажу и соперник, потому что следующий обратит внимание на это тоже. Спасибо. Ваш коллега на пресс-конференции констатировал, что ничья – это такой закономерный итог. Вы придерживаетесь того же мнения или все-таки считаете, что могли увести отсюда тречка? Ну, я вам хочу сказать, знаете, я всегда вообще считаю, что результат абсолютно закономерный, когда ты даже доминируешь и гремеешь большее количество моментов, да, и содержание играет. Если взглянуть в глубину, то я вам уже, наверное, сказал, нехватка, может быть, мастерства, боязнь, ошибки, потому что положение такое, ну, опытное. То есть есть вещи, которые, наверное, приводятся в комплексе к закономерности результатов. Поэтому всегда результат, кто-то говорит, нам не повезло, не повезло. Я считаю, что результат в каждом отдельном взятом матче, он закономерен, если понимать и короткую подготовку к отдельной игре, и длинную подготовку, как у нас. Поэтому абсолютно закономеренно. Спасибо. Спасибо.